Девочки, всем привет! Как и обещала, снимаю вторую часть с уходом от Andalou Naturals, и в этом видео вы увидите средства для лица, и в том числе и для тела, и для волос. И по традиции начну с пенки, которую сначала, честно говоря, не решилась покупать, потому что консультант в аптеке сказала, что эта пенка предназначена для сухой кожи и желательно не в летний период. Но могу сказать, что эта пенка из серии с кокосовой водой мне очень порадовала и очень понравилась. Она невероятно нежно очищает кожу, она ее абсолютно не пересушивает. И это тот эффект, который, я думаю, что понравится и девочкам, у которых сухая кожа, и у девчонок, у которых жирная кожа. Потому что, во-первых, вы хорошо очистите лицо, а второй момент, что эта пенка вам абсолютно не пересушит кожу. У нее очень тонкий, нежный кокосовый аромат, очень приятная душка. И если выбирать между вот этой вот пенкой и пенкой с 1000 роз, с той серии, я, честно говоря, не могу сказать, какая она мне понравилась больше. Но вот эта пенка очень достойная, девочки, можете попробовать. Тем более, если вы любите одушки с кокосовой водичкой, то можете присмотреться очень-очень достойный продукт. Дальше, девочки, поговорим о той сыворотке, за которой я гонялась два месяца, потому что ее почему-то не было на соцсеке. И это Абсолют Серум. Это сыворотка из серии 1000 роз. И если вы смотрели мои предыдущие видео, я думаю, что вы заметили, что я очень люблю сыворотки. И в предыдущем видео от Андалу я рассказывала о трех сыворотках. Мне эти сыворотки тоже очень нравятся, они достойные. Что касается именно этой сыворотки. Она более водянистая по консистенции. Но именно за счет этого кожа ее мгновенно впитывает, выпивает. Просто как губка, да? И после нее кожа такая мягенькая. Если у вас сухая кожа, после нее нужно будет нанести кремчик пожирнее. Если у вас, как у меня, комбинированная или жирная кожа, после нее можно будет нанести какой-то крем-гель увлажняющий. Если это лето, либо какой-то легкий крем в зимний период. Но могу сказать, что эта сыворотка замечательно работает. Она очень хорошо увлажняет кожу. Она ее делает более упругой, что ли, подтягивает, придает ей сияние. Вот этот серум, то, что они назвали его Абсолют, я абсолютно с этим согласна. Потому что действительно очень-очень достойный продукт. Девчонки, если вы не знаете, какой серум выбрать из тех предыдущих, о которых я говорила. И у вас нет каких-то глобальных проблем с кожей. Присмотритесь к этой сыворотке. Потому что она действительно будет хороша на все времена. Потому что в принципе серум глубоко проникает в кожу. И помогает потом крему проработать с нашей кожей лучше. Поэтому если у вас особо каких-то проблем с кожей нет. Вы просто хотите получить достойный продукт. Можете присмотреться к этой сыворотке. Очень-очень достойно. Это правда. Дальше. Поговорим о том креме, о котором я уже немножечко начала говорить. Это гель-крем из серии Clear Skin. Мне он очень понравился, девочки. Он имеет такую легкую текстуру. Он кожу абсолютно не утяжеляет. Он великолепно ее увлажняет. Не перегружает ее. После этого крема можно нанести тональный крем. И никуда ничего не потечет. Даже в плюс ссор. Что согласитесь, очень хороший результат. Я считаю. И для тонального крема, и для этого крем-геля. Кроме всего прочего, за счет того, что здесь в состав этого гель-крема не входит масла. Он не будет вам сженить кожу. И не будет забивать поры. Что очень хорошо. Особенно в летний период, когда наша кожа и так сженится достаточно быстро. Так что, девчонки, если у вас жирно-комбинированная кожа, если у вас есть какие-то высыпания, присмотритесь к этому легкому, просто легчайшему крем-гелю. Он действительно очень хорошо увлажняет кожу. Но у вас не будет никаких дополнительных прыщиков. Я вам гарантирую. Дальше. Закончим уже с кремами. Покажу вам тот крем, который меня просто покорил. Это крем из серии Edge Define. Lift and Firm. Если вы смотрели мое предыдущее видео, я думаю, что вы знаете, что я несколько раз сожгла свою кожу масками. И когда мне нужно было максимально быстро восстановить кожу, регенерировать ее, я подумала, чем же мне намазать лицо. У меня была моя палковая ручалка от Estee Lauder, но я решила тогда воспользоваться этим кремом, и он меня, девочки, покорил. Потому что он действительно невероятно круто восстанавливает кожу, ее увлажняет. После него кожа такая бархатистая, как будто бы ты вышла после салона красоты. Это правда. Она невероятно нежная, бархатная. И если посмотреть на консистенцию этого крема, он кажется, на первый взгляд, достаточно плотным. Но он моментально тает на коже, и кожа его тоже, как и предыдущие крема, очень быстро впитывает. Очень невесомая такая текстура получается, и кожа очень увлажненная. Мне этот крем очень-очень понравился. Этот крем однозначно фаворит 2019 года, я обязательно вам его покажу. Но и кроме всего прочего, за счет того, что этот крем идет с антиэйдж-эффектом, если у вас есть уже какие-то заломы, если вы видите, что у вас появляются какие-то машинки, обязательно присмотритесь к этому крему, очень достойный продукт. Собственно, как и серия HD Fun из Андалу. Дальше, девочки. Если вы смотрели мое предыдущее видео по Андалу, я говорила о том, что мне категорически не понравились их кремы под глаза. Тогда было два крема из серии 1000 роз и с кокосовой водой. Те кремы мне категорически не понравились. Это было мое большое-большое огорчение. Поэтому, когда я взяла вот этот крем из серии HD Fun, я подумала, стоит или не стоит его приобретать, потому что я не особо возлагала на него каких-то больших надежд и взяла исключительно из-за того, что мне, в принципе, эта серия очень понравилась. И я не пожалела, девочки. Это очень и очень достойный крем. У него такая консистенция крема, которую я очень люблю. Это такой крем-гель. Он, с одной стороны, легкий, но, с другой стороны, настолько классно увлажняет и питает кожу вокруг глаз. Вам не передать. Если перед этим кремом у меня был абсолютным фаворитом Биодерма из серии Сенсибио, то сейчас вот этот вот от Антало Дерма Филлер тоже является моим фаворитом. Он 100% работает. Он замечательно увлажняет кожу вокруг глаз. И если у вас, девочки, появляются какие-то уже первые морщинки, заломы, не играйтесь в кремы по 2 доллара. Берите вот этот крем и будет вам счастье. Поверьте, я думаю, что этот крем вам точно отложит первые какие-то морщины на, ну, я бы не сказала на годы, но на полгода так точно, я буду очень часто пользоваться этим кремом, потому что мне он очень понравился. И, наверное, даже попробую купить его сестре, может быть, ей тоже он понравится. У меня сестра постарше, у нас разница 11 лет. А сейчас, девочки, немножечко остановимся с вами на дополнительном уходе. Дополнительный уход – это, как правило, использование каких-то гамажей, пилингов и масок. И покажу вам тот гамаж, на который, честно говоря, изначально не возлагала никаких надежд, но решила попробовать. Это гамаж из серии Брадин для свечения кожи. В состав этого гамажа входит витамин С, соответственно, вам этот гамаж будет немного осветлять кожу и придавать коже сияние, поэтому не случайно эта серия называется Брадин. Ну и, кроме всего прочего, сюда входит семена Чио. Семена Чио – это является суперфудом, это очень полезный продукт, поэтому, если вы не пробовали еще йогурт с семенами Чио, рекомендую попробовать, это очень вкусно, ну и, кроме всего, полезно. Вот, что касается именно этого средства. Средство имеет такую крем-гелия-образную консистенцию. Семена Чио здесь достаточно крупные, но они абсолютно никак не царапают кожу. Очень идет мягкая эксфолиация, отшелушивание. После этого гамажа кожа очень мягенькая такая. Мне очень понравился результат вот этого гамажа, тем более, что его ты не носишь на лице 20 или 30 минут, как обычно маски, да, но результат достаточно хороший. Потом, девочки, если вам нужно как экспресс-вариант как-то взбодрить кожу, можете присмотреться к этому средству. Очень достойный продукт. И покажу вам ту маску, честно говоря, которой я достаточно долго присматривалась, потому что не знала, насколько мне нужна она, но решила попробовать. Это их гликолевая маска. Я почитала в интернете, очень многие девочки хвалили этот продукт, прям вот, прям 100% работающий, поэтому я решила попробовать. Могу сказать следующее, что я сейчас им пользоваться постоянно не буду. Я оставлю этот продукт на зиму и осень, но я один раз воспользовалась. И, конечно, кожа немножечко такая, как будто бы воспаляется, она немножечко пекучая. Но я могу сказать, что, в принципе, более-менее нормальные ощущения, то есть это перетерпеть можно. Особенно, если у вас есть какие-то неровности поверхности, если у вас есть какие-то высыпания, постакны, рубцы. Вот эта вот маска должна с этим всем справляться. Еще раз повторюсь, я к ней вернусь осенью, но на данный момент мне эта масочка понравилась. И с учетом того, какое большое количество положительных отзывов об этой маске, я могу сказать, что очень даже не много продуктов. Ну, во всяком случае, да, людям, которые иногда пишут свои отзывы, врать совершенно не нужно, и они пишут действительно правду. И теперь поговорим немножко о масках. На самом деле у меня о масках есть отдельное видео. Если вы хотите, можете посмотреть. Я там снимала, как работает эта маска, как она выглядит, свои ощущения до смывания маски, когда я еще ходила с этой маской. Вот. И что касается масок, вот конкретно этих, да, которые идут в миниатюре. Мне они понравились больше, чем тканевые. Из этих троих мне очень понравилась вот эта вот из серии Lift & Firm. Она прекрасно увлажняла кожу, ее подтягивала. Мне эта масочка очень-очень понравилась, очень достойная девчонки. Вот эта маска для очищения пор мне тоже понравилась. В принципе, неплохой продукт. Вот с этой маской из серебра, я уже говорила, нужно быть осторожными. Если же говорить о тканевых масках, то больше всего мне понравилась вот эта вот маска из HD Fine. Вот. И вот эта вот из 1000 роз. В меньшей степени мне понравилась вот эта вот с Clear Skin и вот эта вот из серебра. И сейчас уже заканчиваю видео, покажу вам два только средства. Это шампунь. Я выбрала вот этот вот шампунь с органовым маслом и маслом ши. Могу сказать следующее, что этот шампунь мне очень понравился. У нее очень приятная душка. Она замечательно промывает волосы. Мне она очень понравилась, очень достойный продукт. Ну и если говорить вообще о шампунях от Анталу, я еще, когда мы жили на Кипре почти два года назад, я часто их покупала и мне они очень нравились. Поэтому, девочки, можете попробовать. В принципе, очень даже неплохой продукт. Но возлагает на него какие-то такие, знаете, надежды, что волосы вдруг станут супер какими-то мягкими, податливыми или у вас они перестанут выпадать. Не нужно этого делать, да, потому что шампунь находится на коже головы не так долго. Но, в принципе, очень даже неплохая шампунька. Можете попробовать. И гель для душа. Если вы смотрели первую часть от Анталу, я вам говорила, что тот гель для душа с цитрусом мне не просто не понравился, а категорически не понравился. Очень неприятная душка, просто фу. Поэтому вот этот вот покупала с большой опаской. Но это гель для душа серии 1000 роз. Здесь очень приятная душка, такая роза, но она такая очень приятная, комфортная. Гель для душа абсолютно не пересушивала кожу тела. Более того, мне очень понравился даже результат. Кожа, ну не то, чтобы она была какая-то увлажненная, но вот она не пересушивалась однозначно. Ну и если говорить о минусах именно этого геля для душа, это является его упаковка. Лучше бы они сделали ее с помпой, потому что когда ты открываешь, средство не просто вытекает, оно выливается, потому что очень такая жидкая консистенция. Поэтому, девочки, если вы возьмете этот гель для душа, рекомендую взять какую-то панку с помпой, чтобы использовать, и не было перерасхода продукта. А так, очень даже неплохой гель для душа за, в принципе, не такие уже большие деньги. Ну, собственно, это и все, о чем я вам сегодня хотела рассказать. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным. Красоты вам! И до скорых встреч!